С начала специальной военной операции в Карачаево-Черкесии не прекращается сбор средств в поддержку наших бойцов, отправившихся защищать страну от неонацизма. Практически все слои общества, предприятия и организации вносят свой посильный вклад в общее дело. Наша телерадиокомпания не осталась в стороне и вместе с неравнодушными жителями и членами инициативной группы «За наших» при поддержке регионального отделения Коммунистической партии собрали очередной груз гуманитарной помощи плюс автомобиль повышенной проходимости. Причем на этот раз съемочная группа «Вестей» лично сопроводила груз до пункта назначения. Все подробности у Мурата Джанкезова. Гуманитарная помощь собирается исходя из пожеланий наших бойцов. В этот раз была большая просьба со стороны военных медиков, кстати, тоже жителей республики, помочь приобретению автомобиля повышенной проходимости. Активную помощь приобретению автомобиля «Нива» оказал лидер коммунистов Карачаева-Черкесии Кемал Быттаев. В списке пожеланий военнослужащих свежие продукты. Сохта, айран, хычины, сыры, чебуреки, лимонад, нарзан и питьевая вода. И вот, упаковав груз, делегация выезжает в путь. Дорога лежит через посты и границы. Вскоре перед взором встает разрушенный многострадальный Азовсталь в Мариуполе. Вдалеке виднеется стройный ряд новых жилых многоквартирных домов, как символ новой мирной жизни. Конечный пункт поездки – город Бердянск, военный госпиталь. Здесь работают наши земляки, военные медики. И первый вопрос начальнику медсанчасти – в каких условиях проходит лечение военнослужащих, есть ли недостаток в препаратах. Все здесь хватает, помимо обеспечения с Министерства обороны, еще гуманитарная помощь есть в плане медикаментов. Это наш первичный этап. Мы здесь, в первую очередь, осматриваем пациентов, потом распределяем хирургических пациентов, терапевтических, неврологических всяких бывает, и урологических тоже. Если что-то мы тут не справляемся, то мы их переводим сперва в больницу центральную, там чуть более контингент, реанимация хорошая, у нас и реанимационное отделение есть, все есть. В импровизированной торжественной обстановке вручили памятную медаль руководителю инициативной группы «За наших» Асхату Айсандырову. От лица комиссийской партии Карачао-Черкесской республики, лично Кемала Баттаева, хотим поздравить памятную медалью, наградить руководителя группы «За наших». Спасибо за помощь. Спасибо всем большое. Для меня это очень приятно. Самая высшая награда в моей жизни. Мы будем все время помогать вам. Спасибо всем большое. Активисты привезли с собой флаг Карачаева-Черкесии, который установили на крыше военного госпиталя. Затем по просьбе самих военнослужащих записали пожелание и благодарность в адрес неравнодушных граждан республики. Огромное спасибо всем жителям нашей необъятной Родины. Мы чувствуем ваше тепло, заботу и поддержку. Только так мы сможем добиться больших успехов на фронте. Отдельное спасибо ребятам, которые нам привозят гуманитарную поддержку. Мы это ценим, мы это принимаем во благо, потому что вы помогаете именно моральному духу. Спасибо вам большое за это. Сегодня мы получили воду, машину. Самое главное – это тот самый автомобиль. Спасибо большое. Теперь мы будем намного быстрее. Выражаем благодарность от лица Медроты, которые находятся в запорожском направлении, лидеру Коммунистической партии Кемалу Бутаеву за предоставленные рации. Они нам нужны. Группе за наших, за предоставленную нам НИВу, которая нам необходима. Отдельная благодарность коллективу ГТРК Карачева-Черкесской республики, что поддержали нас, что приехали, сняли вот это видео, то, что мы планировали, приехали в такую опасную зону боевых действий. Здоровья нашим ребятам, чтобы поскорее закончилась эта война, и чтобы живыми, невредимыми, все они вернулись в свои родительские дома. Выполнив миссию, активисты за наших повернули домой. Впереди предстоит новая работа по сбору средств для покупки автомобиля УАЗ и очередного груза гуманитарной помощи.